От пациента тестирование идёт с противоположной стороны от врача. Сравниваем движение височной кости с движением клиновидной кости. Односторонний захват по магун височной кости. Клиновидную кость захватываем щипком, это называется. Встаем вторым или третьим пальцем, у меня второй не достаёт, я третьим пальцем на большие крылья щипком. Клиновидная кость у нас во время фазы флексии совершает поперечную ось, одна, на дне турецкого седла, ближе к передней стенке. Относительно, это поперечной фронтальной оси горизонтальной. Тело клиновидной кости, задняя её часть, поднимается кверху, то есть на уровне СБС, потому что это важная структура для нас. То есть мы делаем акцент на СБС. Тело поднимается цифалически, а большие крылья расходятся вентра, латра, каудальна. Крыловидные отростки движутся дорзоцефалолатерально, потому что они немножечко изгибаются, поэтому латеральные движения незначительные. На стадии экстензии тело веновидной кости опускается каудальна, крылья поднимаются дорзо-медиоцефалически, крыловидные отростки идут вентра, кауда, медиально. В общей массе черепа. Это будет выглядеть следующим образом. На полосу поставьте, чтобы не время не тратить. Ну ладно. Очень сочная кость помогу. Клиновидная кость щипком. Пальцы стараемся не топырить, они в расслабленном состоянии находятся. Во время фазы флексии большие крылья будут расходиться вентра, латра, каудальна. И рука будет, кисть двигаться вот таким вот образом. Височная кость у нас будет совершать наружную ротацию. Двигаться таким образом. Экстендзия большие крылья дорзо-медиоцефалически. Височная кость. Внутренняя ротация. Скуловой окутный росток будет подниматься. Чешуя дорзо-медиоцефалически. Сосцевидный отросток вентра, латра, каудальна. Флексия. Флексия. Запомнили? Односторонний тест. Интробукально. Сейчас я поставлю. Оставлю.